Сегодня комиссия проехала почти по всему городу. Пока с погодой дорожникам везет. Чуть больше, чем за месяц, они подлатали и отремонтировали почти все самые сложные участки. Правда, пока официально ни один из них не принят. Кроме самой дороги, нужно сделать еще ливневки и разметку. А кое-где до сих пор не убран мусор. По-хозяйски подметил сегодня Марыжевска. Мы где делаем дорогу на асфальт, надо уже и на газон смотреть, и на оставленные кучи мусора, чтобы соответствовала новой дороге, соответствовала статусу отремонтированной. Еще пару месяцев назад самые жесткие претензии у автолюбителей были вот к этому участку на улице 40 лет Победы. А сегодня в обоих направлениях уложен новый асфальт. Ремонтные работы сегодня идут полным ходом и на других участках. Подготовлена для асфальтирования улица, которая идет от Боткинского шоссе в сторону Соковая. То есть дорога на оранжерейный комплекс. То есть ее сегодня-завтра будут асфальтированы. Это второй слой или как это? Это будет там нижний слой. У нас пока объекты в основном ремонтируются нижним слойом. Тщательнее следить за работой городских властей и дорожников стали и автомобилисты. По их инициативе ижевский асфальт проверят казанские надзорные лаборатории. Возникли сомнения, просто в прошлом году у нас есть где-то пара там улиц таких серьезных, где более быстрые разрушения, наверное, произошли. И мы хотим понять, если это все-таки из-за погоды происходит или из-за состава асфальта. Если соответствует ГОСТу, соответственно, мы будем смотреть еще и соотношение. И позже возьмем и керны. Опять же, есть предварительная договоренность с министерством. Некоторые асфальтоукладчики теперь работают под прицелом видеокамер. Пока действует всего несколько таких регистраторов. Но со временем их станет в разы больше, уверены автомобилисты. Роман Вагинов, Юрий Дроздов, телеканал Моя Узмуртия.